Задача программы непомерно масштабная. Решить проблему с несанкционированными свалками, мусором, а также нужно построить мусороперерабатывающие заводы, полигоны на территории всего края. Это 19 зон, в каждой из которых должен быть выбран региональный оператор, который будет вывозить и утилизировать отходы. Для Красноярска мы будем требовать, чтобы консессионер имел средства на строительство мусоросортировки, на мусоропереработку. В Красноярске будем требовать, чтобы консессионер, по предварительным расчетам, имел средств не менее 2 миллиардов, для того, чтобы выполнить все эти обязательства, создать инфраструктуру, для того, чтобы навести порядок по мусору. Новая система в крае должна заработать с начала 19-го года. Сейчас полным ходом идет подготовка. Перед тем, как провести конкурс, который решит, какие компании будут заниматься мусорными проблемами, нужно подготовить инфраструктуру. Например, в Богучанах, Мотыгина, Курагина и Ермаковском нужно построить полигоны. В крупных населенных пунктах для переработки мусора нужны заводы. В наиболее отдаленных территориях отходы будут сжигать. Для этого тоже нужны специализированные предприятия. Заканчивается строительство полигона в Канске. Мы завтра будем обсуждать в Росприроднадзоре проблемы с создачей полигона в Козульке. Ведется подготовлена документация по строительству полигона в Игарке и так далее. Таких примеров я могу приводить очень много. То есть на территории Красноярского края реализуются концессионные соглашения общей стоимостью около 2 миллиардов рублей. Уже в этом месяце проведут конкурсы, где определятся предприниматели, которые будут очищать от мусора и свалок Канск, Лесосибирск и Зеленогорск. Этот экспериментальный опыт покажет надежность системы и поможет выявить недостатки в реализации программы по обращению с отходами. На остальные территории конкурсы пройдут до 1 мая 2018 года. Антон Шевчук, Вячеслав Казаков, Афонтова Новости. Афонтова Новости. Афонтова Новости. Афонтова Новости.